здравствуйте я рад вас снова приветствовать с вами снова александр и ко мне руки попала классная модная новинка от компании мимо наверняка вы если смотрите этот обзор знаете что такое мимо в мире колясок это наверно законодатель какой-то такой необычной моды какого-то футуристичного дизайна поэтому и эта коляска достаточно интересная эта коляска для путешественников наверно в первую очередь хорошо подойдет потому что ее можно брать с собой ручную кладь она в большинстве авиакомпании проходит под стандарт ручной клади но они пишут что в большинстве значит какие-то не подходит поэтому перед полетом лучше этот момент всегда уточните вот она называется мимо зиги прежде чем начать обзор я хочу рассказать вам немножко в двух словах и и технических характеристиках она весит чуть больше 8 килограмм она достаточно легкая и предназначена для детей с 6 месяцев до 17 килограмм веса ребенка возраст не называю потому что у кого какой ребеночек сами понимаете вообще максимальный вес который она выдержит это 17 килограмм по статистике это среднем 3-4 года вот имейте в виду вот почему давайте сначала короче говоря обратим на ее внимание именно на ее дизайн потому что на мой взгляд она действительно очень красивая коляска получилось необычное посмотрите на эти колеса колеса вообще их называют такими парящими скажем так потому что на ходу здесь не видно никаких спиц на этих дисках они получаются как будто бы в воздухе находятся и многих может сложиться впечатление что этот материал хрупкий но это не от стекло ничего подобного это новый особо прочный материал который не сломается точно и за надежность колес производитель уверяет переживать не нужно ну в общем ладно дизайн дизайном давайте теперь ее изучать будем начнем мы с вами изучение ее сверху вниз начнем с ручки ручка здесь как у мимо других моделях принято обито эко кожей она дочь нас же такая достаточно ухватистая она большая хват очень удобный и она тоже есть имеет возможность регулировки по высоте поэтому каждый родитель сможет под себя подогнать что касается козырька козырек вы видите он достаточно большой со смотровым окошечком все как полагается его можно если хотите дополнительно еще увеличить выдвинув оттуда еще дополнительно вот такенный вот отсек кстати козырек он водонепроницаемый и защитой от ультрафиолета поэтому вот жаркие места братья и сам доктор прописал так это естественно легко убирается но фишечка здесь смотрите в чем я когда ее открыл я не изучил инструкцию даже у русских не положено читать инструкцию надо самому понять я пытался отрегулировать этот козырек мне ничего не вышло но здесь фишечка своя нажимаем вниз посмотрите вот такая вот здесь регулировать как козырька такого я нигде не видел необычно интересно свежок как говорится так ладно давайте теперь перейдем к сиденью сиденье здесь принципе классическая спинка мне чтоб нравится она достаточно высокая и не сильно завалена назад ребенок почти под 90 градусов сидит это очень удобно что касается безопасности пятиточечные ремни с мягкой накладкой на плечевой зоне и на паховой насчет бампера бампер в комплектацию не входит я просто сейчас его сюда установил чтобы вы понимали что здесь еще может быть для безопасности ребенка бампер приобретается отдельно вот как он выглядит поэтому рекомендую его докупить вещь полезная это тоже что касается безопасности он также обитой к кожи мягенький приятный все классно так по поводу спинки регулировки наклона здесь на обратной стороне есть вот такая кнопочка отжимаемые и она опускается соответственно мы видим что здесь нету полностью горизонтального положения поэтому и детей возить можно 6 месяцев имейте это обязательно в виду так ставим обратно зеречек все модненькая коляска конечно получилось так что касается рамы рама здесь у нас металлическая алюминиевая она достаточно прочная у меня не сложилось такое в первое ощущение что она к это хлипкая я ее поюзал понажимал все здорово кстати что касается амортизации амортизация есть и на задних колесах и на передних поэтому плавность хода здесь более чем достаточно так что касается багажника здесь все фирменном стиле компании мимо у старшей модели мимо ксари у нее тоже есть вот такие вот крышечки на багажнике которые подпружинивают и закрывают его обратно здесь соответственно та же самая система он достаточно глубокий вместительные сеточки которые можно порвать из хорошего плотного материала и небольшой органайзер в крышке можно кто мелочевочку положить отдельно так что касается тормоза здесь он находится вот здесь нажимается и надо ковырять обратной стороной обуви чтобы разблокировать это вот я не очень люблю на самом деле но такое здесь есть ничего с этим не поделаешь так давайте теперь посмотрим как коляска складывается чтобы ее сложить нужно опустить вниз у нас получается ручку потому что на ручке есть специальный такой отсек прорезиненный он нужен для того что когда вы ее поставить сложенном виде она будет стоять так вот колясочка стоит если мы сейчас уберем бампер соответственно мы получаем достаточно компактную конструкцию и поэтому она и большинстве авиакомпании проходит ручной кладью принципе достаточно интересно так а что касается самого складывания чтобы сложить ее здесь есть под ребенком маленький ремешок за который мы просто дергаем предварительно вытянув петелечку и она соответственно у нас сложится так что касается комплектации коляски в комплектации входит бампер не входит запомнили да но входит дождевик очень классный качественный дождевик и транспортировочные транспортировочная сумка для перелетов для поездок чтобы в сложном виде упаковать ее очень классно комплект комплектация достаточная но хочу еще напомнить что для этой коляски очень большой выбор прикольных разных действительно интересных аксессуаров поэтому я добавлю в описании ссылочку на эти аксессуары вы пройдите обязательно посмотрите там много чего такого забавного можно приобрести главное полезного для этой коляски вот в принципе все что хотел рассказать я вам рассказал в двух словах мое мнение бренду мимо у меня такое особое отношение это на мой взгляд не самые супер практичные коляски но они выглядят очень интересно когда вы хотите купить стильную и достаточно достаточно практичную коляску кроме мимо особо то ничего в голову и не приходит вот поэтому хотите выделиться обязательно обратите внимание на мимо нам она качественно интересная выглядит я считаю ну вообще без вопросов все отлично мамаши будут на вас обязательно заглядываться поэтому как вариант для путешествий да и вообще на теплое время года без снега принципе и и будет вам достаточно даже зимой если хорошо почищены чего она разве не поедет тем более с такой амортизации поэтому рекомендую обратить на нее внимание и если это видео вам было полезно интересно ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал это очень важно для того чтобы все больше и больше делал для вас обзоров и и большое спасибо первой коляске за то что предоставили коляску мимо на обзор а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора детской коляски для вашего ребенка и всего доброго до свидания